Уважаемый Александр Игоревич, Вы руководите корпорацией МСП, которая поддерживает малый и средний бизнес. И, конечно, очень важно, чтобы малые и средние предприятия чувствовали поддержку в виде субсидий, грантов, в виде соответствующих программ помощи. Но что здесь очень важно, иногда слишком большая опека, она не нужна малому и среднему бизнесу, потому что в основном его интересуют льготные программы кредитования, доступные средства и кредиты, особенно в условиях непростой экономической ситуации. Еще очень важно это взаимодействие малого бизнеса с крупными компаниями. И повышение до 25% тех объемов реализации, которые должны быть у крупных компаний с малыми и средними предприятиями из реестра МСП, мне кажется, очень сильно им помогло. Это дает такой новый стимул. И что тоже очень важно для них, это то, чтобы они знали друг о друге, поскольку иногда компании, которые делают те или иные услуги, востребованные такими же компаниями из реестра, просто неизвестно. Этому, кстати, способствует Реестр субъектов малого противоприимательства, который по видам экономической деятельности, по их категориям дает им возможность узнать друг о друге очень быстро и очень просто. Хочу, чтобы Вы рассказали подробнее, что делается в всех направлениях в помощи и в сотрудничестве с малыми и средними предприятиями Вашей корпорации. Пожалуйста, Вам слово. Для стимулирования деловой активности, наверное, основная задача корпорации МСП – это помощь малым и средним предпринимателям в получении взаимного финансирования. Процесс предоставления кредитной гарантийной поддержки государства существенно упрощен, приведен к единым правилам и автоматизирован. Благодаря этому объемы ежегодно господдержки растут. Так, например, и прошлого года он вырос на 27% и составил 1,6 трлн рублей. При этом важно, что растет не только объемы, но и количество кредитов, которые получают предприниматели. Он вырос за прошлый год на 20% и получили 162 тысячи компаний. При этом государственная поддержка стимулирует рынок кредитования в целом. В ряде от ослей, которые носят больший вклад в создание занятости и развитие промышленности, господдержкой покрыт почти каждый третий рубль. Так, например, в прошлом году МСП обрабатывающей промышленности привлекли более 530 млрд рублей, высокотехнологичные компании более 170 млрд рублей, гостиничный бизнес 25 млрд рублей. Для большего количества предпринимателей, которые бы смогли получить банковское финансирование, поручению президента реализуется зоноточный механизм поручительства. Корпорация МСП взяла на себя больше рисков за предпринимателя, для того, чтобы они смогли привлечь более 50 тысяч кредитов на сумму полтриллиона рублей. При этом важно, что каждый третий МСП не смог бы получить взаимное финансирование и был бы вынужден получить потребок кредит по высоким ставкам. Для поддержания экономики предложения на основе мнения бизнеса и финансового сектора мы с Банком России и Минэкономразвития России запустили специальную программу льготного кредитования, которая сфокусирована исключительно на промышленности, логистике и туризме. Деньги даются только на инвестиционные цели по ставкам в 3-4 раза ниже рынка. При помощи этой программы 1400 предпринимателям удалось привлечь более 150 миллиардов рублей. Дополнительно, понимая сложность структурирования инвестпроектов, мы совместно с регионами запустили центр поддержки инвесткредитования. Мы понимаем, что предпринимателю тяжело и структурировать инвестпроекты, и вести коммуникацию с банками. Поэтому наши специалисты с предпринимателями вместе структурируют проекты и отрабатывают с банками. Что это дало? К примеру, это позволило начать реконструкцию гостиницы на 72 номера на Байкале, запустить новое производство компонентов для авиастроения в Саоликамске. Предприниматель из Новосибирска получил новое оборудование и создал дополнительно 120 рабочих мест. Для повышения технологического суверенитета, Михаил Ильич, по Вашему поручению, корпорация МСП запустила специализированную льготную программу кредитования высокотехнологичных МСП под 3%. На сегодняшний день более 237 компаний получили деньги на развитие. Предприниматели получили уже более 38 миллиардов рублей. При этом некоторые из них выросли и перешли в новую категорию МСП+. Для стимулирования индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов мы в начале этого года запустили отдельный лимит зонечных механизмов для того, чтобы предприниматели смогли до конца года получить 30 миллиардов рублей. Вы давали отдельное поручение, Михаил Владимирович, следить и доводить меры финансовой поддержки до субъектов. Мы проанализировали те регионы, где видели просадку кредитования, выделили дополнительный объем господдержки и начали структурировать сделки. Благодаря этому объем финансовой поддержки в субъектах вырос. Это сильно заметно в таких регионах, как Чукотка, Калмыкия, Алтай, Дагестан, Севастополь. Объем проникновения кредитов с господдержкой там вырос на 40%. Необходимо и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малым и средним предприятиям. Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность, и многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при беспрецедентном санкционном давлении. И, что очень важно, при возможности занять, в том числе и ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний. Это конкуренция, и тот, кто будет более успешен, и у кого будут соответствующие инструменты, было бы хорошо, чтобы РОС. Вот вы сказали о создании новых рабочих мест, об инвестициях в эту отрасль. Это важно. Надеюсь, что вы будете на личном контроле держать как раз возможности финансовых инструментов, а это можно делать только в диалоге с малыми и средними предприятиями, о котором нам всегда, кстати, говорит президент. Это та самая обратная связь, где вы сможете сформулировать для себя полезность свою для МСП. Еще один очень важный вопрос – это малое и среднее предпринимательство в новых регионах – в Луганской, Донецкой, Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Очень важно, чтобы там также в правовом поле находились те компании, которые соответствуют по российским стандартам, критериям малых и средних предприятий. Ну и, конечно, важно предоставить им все те инструменты поддержки, которые есть в Российской Федерации в любом регионе. Расскажите, как там идут дела? В прошлом году была принята долгосрочная программа развития новых территорий. Под них мы также адаптировали наши инструменты. Если говорить про финансовые инструменты, их несколько. Первое – это программа льготного кредитования Минэкономразвития. Предприниматели из новых регионов могут привлечь взаимные деньги под 10% с одновременным покрытием гарантий от корпорации. Это позволило уже получить почти 600 миллионов рублей. И до конца года будет доведено до предпринимателей еще 2 миллиарда рублей. Эта работа ведется вместе с банками. Это банки ПСБ, МСП и ЦМР. Льготный лизинг промышленного оборудования корпорации МСП под 6,8%. Позволил 7 проектам привлечь деньги на 119 миллионов. У нас еще 4 проекта на 36 миллионов в работе. Мы до конца года выделили лимиты для того, чтобы все заявки, а мы их получаем как от регионов, так и от предпринимателей напрямую, имели возможность поддержки для промышленных своих потребностей, потому что в большинстве случаев это льготный лизинг промышленного оборудования. Помимо этого, совместно с госкомпаниями и торговыми сетями мы организовали работу по сбыту. Объем закупок госкомпаний и МСП поставщиков на сегодняшний день составляет 27 миллиардов рублей. И продукцию ряда промышленных компаний из новых регионов можно уже найти на полках торговых сетей. Общаясь с предпринимателями, мы получили большой запрос на информирование и разъяснение правовых аспектов ведения бизнеса от регистрации до получения мер поддержки. Для этого мы на цифровой платформе МСП РФ сделали специальный раздел. Отдельное направление – это поддержка МСП приграничных регионов. С начала года мы запустили и выделили отдельный элемент зонтичных поручительств со своими 20 миллиардов для семи приграничных регионов. За три месяца предприниматели уже привлекли 8,5 миллиардов рублей. И на второй полугодии мы также зарезервировали еще 20 миллиардов рублей. Кроме того, совместно с Центральным банком мы сейчас прорабатываем отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Ставка по ним будет ниже рынка с одновременным поручительством корпорации. Дополнительно для приграничных регионов мы запускаем программу льготного лизинга на приобретение БО-оборудования и закупку отечественного транспортно-грузовых средств. Александр Ильич, по приграничным территориям, вы знаете, мы одобрили режим особоэкономической зоны и соответствующие льготы и элементы привилициальных режимов будут также там работать. Важно сопрягать их с инструментами, которые вы предлагаете. Здесь нужно сделать все, чтобы помочь им иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы для его поддержания. Это очень важно, поскольку я сам был там во всех трех регионах приграничных, и мы договорились выстроить работу по следующему. То, что я им доложил по льготному лизингу, то, что просили предприниматели, мы собрали заявки с регионов. То, что я им доложил про Центр поддержки инвест-кредитования, у нас есть два пути, которые удобен предпринимателю. Будь то он уйдет в органы исполнительной власти, в инфраструктуру поддержку, или он уйдет на цифровую платформу, подает заявку, или пишет нам в соцсетях. Мы не ограничиваем. И в этом смысле тот объем, который мы уже довели в размере 8,5 миллиардов, мы решили верифицировать также с финансовым сектором с точки зрения, как они видят планы и объемы до конца текущего года. Поэтому эта работа у нас на отдельном фокусе контроля, Михаил Владимирович, мы будем ей заниматься. Помимо финансов, большой блок работы, который мы видим, это промкооперация. Кооперация крупного и малого бизнеса, поскольку зачастую находясь в одном регионе, компании не понимают, что сосед их может сделать комплектующие, заместить ряд продукций. Реестр субъектов малого предпринимательства. По виду решенного использования, по категории малого бизнеса все видно. Но это надо и подсказывать, чтобы они могли туда прийти. Мы сделали сервис специализированный, звали его промкооперация. Что это такое? С одной стороны, поскольку мы видим и контролируем закупки о госкомпании, мы это делаем вместе с казначейством, мы сверяем конкретный договор. И мы решили так, что каждая компания, которая больше трех раз заключила и исполнила договор в промышленном секторе, мы ее цифровали. Второй запрос большой у нас был. А можете нам сказать, что сейчас, в текущем время, которое благоволит для развития, нужно частным компаниям и государственным? И мы сделали раздел, который, с одной стороны, частные компании опубличили спрос до конкретного предложения, и к нам пришло частных компаний из 11 стран. И БелАЗ, который заместил российские МСП, им подшипники. И таких примеров становится все кратно больше. Второе направление госкомпании. По причине президента мы с прошлого года, помимо контроля 89 региональных гарантийных организаций, микрофинансовых организаций, мы начали заниматься выращиванием поставщиков и формированием всетных сделок. В прошлом году мы реализовали вместе с госкомпаниями 7 офсетных сделок. Это разные сделки, они небольшие, это не миллиардники. Это 60 миллионов РЖД, это интеррау, газомоторные масла, это платные дороги. Теперь российские транспондеры будут обслуживать все дороги и машины, на которых они ездят. Вот вы должны быть таким навигатором. Мы это и старались. Три года назад, когда я был здесь, и вы мне давали поручения, вы мне сказали ряд вещей. Первое, чтобы я не сидел, а ездил. И в прошлом году мы были в 82 регионах. Вторая часть, чтобы изменилась система управления и доведения финансовых мер поддержки. Если в 2020 году мы с вами имели 30 тысяч получателей, то за прошлый год их стало 162 тысячи получателей. Если раньше мы расфокусировались, то сейчас господдержка. Каждый третий рубль в промке – это господдержка. Каждый третий рубль в гостинице, особенно в инвесторах, почти 90% – это господдержка. СКФО – проникновение 20% в господдержке. И мы это отдельно будем. Это все хорошо, но главное – это инвестиционный климат. Главное во всех этих метриках, в цифрах, в KPI – это инвестиционный климат. И измерение инвестиционного климата объективно не корпорации, которая может быть в этом заинтересована, а независимых, объективных объединений предпринимателей – очень важный барометр и инструмент, навигатор обратной связи, которым корпорация должна пользоваться. Нужно, Александр Игоревич, частную инициативу развивать еще сильнее. Хорошо, чтобы все больше и больше частных инвестиций приходилось в том числе к рублю государственной поддержки. Продолжение следует. Продолжение следует...